Приветствую вас и принимаем внимание в сложной ситуации, в которой вы оказались. Условно, вашу проблему можно стелить на две части, на два направления, в которых вам можно двигаться. Я скажу эти направления сразу, чтобы вы лучше понимали, о чем детальше. Первое направление это адаптация к вашей маме, к пониманию того, почему она так себя ведет, хотя это у вас есть, и перенаправление ее энергии, ее сил на что-то другое. То есть в данном направлении вы стараетесь понять, что ваша мама любит, что ей нравится, почему она именно так себя ведет, что заставляет ее вас попали контролировать вместе с моим, а заставляет ее, скорее всего, недостаток собственной значимости и неуверенность в себе, страха за себя. Страха за то, что вы действительно ее бросите, она останется одна, никому не нужна и так далее. А если вы говорите, что человек пережил войну, то в войне она имела ряд лишений. И эти лишения теперь переносли в гиперстрофированную склонность к стабильности, к контролю, к просчитыванию всех возможных вариантов и так далее. И в этой ситуации следует отдельно доказать, что свою маму как человека, как личность вы уже не переделаете. Она находится в том возрасте, когда человек уже не будет менять какие-то свои взгляды. Это 100%. Соответственно, вам можно лишь только понять, почему она так себя ведет, понять ее желания, ее вот какие-то стремления, что ей нравится, что ее увлекает, что привлекает и так далее. И постараться найти ей занятия. Как можно больше занятий, чтобы она меньше внимания обращала на вас. Если у вас эта связь получится, то, возможно, и вам будет легче. Если вы, вот смотрите, какая получается ситуация, вы реагируете на нее. Вы реагируете на то, что она вам говорит. Но это, как вы, наверное, сами догадываетесь, ни к чему не приводит. Потому что она всегда все равно твердо стоит на своем. Зная при этом, что вы сделаете в итоге так, как хочет-хочет сама. Это не хорошо, потому что вы все-таки уже взрослый человек. И ваш муж тоже. Вы имеете право на свою семью. И я думаю, что начертность того, чтобы установить четкие границы между вами и ей. Границы эти установить вместе с мужем и с ней не ссориться, не вступать с ней в открытую конфронтацию, противостояние, а стараться, вот как бы один раз сказав, что вот есть определенная черта, за которую теперь нет хода мама. И все. И больше вы ее туда не пускаете. Почему? Потому что, ну, во-первых, как бы, то, что она делает, стало возможным только благодаря тому, что вы испытывали определенную благодарность к ней, да, вы вынуждены были с ней считаться. Хорошо. Но, поскольку она явно перегибает флагу, то нужно как-то заширшать, заширшать свою личную семью, вашу семью. А для этого необходимо только отстаивать границы. Вот границы установили, и когда ваша мама эти границы нарушает, просто старайтесь ее игнорировать. Вот, вот, просто перестаньте обращать внимание на нее, и все, и все. Держите в этот момент в своем сознании мысли о том же, что человек просто-напросто вот боится отдаться в одиночестве, боится потерять свою значимость и прочее. И тогда вам будет легче сохранять свою линию поведения. А мне легче понимать, что она, в общем-то, по своей сути, несчастный человек. Она движима страхами, движима неуверенностью в себе и так далее. И в этом ключе вы перестанете воспринимать ее поведение, как направленное на себя. В действительности она разговаривает не с вами, когда кричит, стремится к контролю и так далее. В действительности она говорит сама с собой и борется жире за вас со своими страхами. Если вы будете нейтрально воспринимать то, что она вам говорит, то, что она вас пытается подчинять, то она или борется, как поймет, что нет смысла в том, что она делает. Ее слова, ее поведение все равно не имеют никакого эффекта. И она перестанет. Она будет постепенно видоизменять свое поведение, больше адаптировать его к новым реалям, к вашим, так сказать, приоритетам. И при этом очень важно, чтобы вы с ней разговаривали на все остальные темы, которые не касаются того, что вы делаете, что вы осуществляете. Так же нормально, спокойно, позитивно. Как будто бы и нет никакого капреля с ее стороны. И тогда она, просто в силу условного научения, оперального научения, это научение посредством условных рефлектов, будет склонна вести себя с вами так, как наиболее эффективно. А наиболее эффективно с вами вести себя тогда, когда вы не проявляете безразличие. Когда вы как-то отвечаете ей на ее слова. А если вы будете отвечать на ее слова только в том, что не касается напрямую ваших личных границ, то рано или поздно она и будет с вами разговаривать только об этом. Просто потому что будет понимать, а зачем я что-то говорю все равно, все равно они меня не случат, все равно они меня игнорируют. Зачем? А для этого, что для этого нужно терпеть. Для этого нужно выдержать. И время. И здесь вам очень сильно потребуется помощь мужа. Здесь вам очень здорово пригодится понимание вашей мамы, понимание ее проблем, ее страхов, ее опасений и так далее. И параллельное направление ее энергии на то, что ей нравится. То есть как можно больше стараться занять ее чем-то. Вот совокупность данных действий поможет вам решить эту проблему. Настолько, насколько вообще можно ее решить, проживая совместно. Второе направление, которое мне бы хотелось обучить, оно заключается в том, что вам все-таки стоит подумать, потом запустить отдельно. Может быть, перебрасывая квартиру, где живут ваши дедушка и бабочка. Может быть, снимать жилье. Может быть, откладывать, копить какие-то средства на то, чтобы там, ипотеку или 136, и потом мы смотрим, как вы реально можете жить отдельно от вашей мамы, потому что она фактически у вас, ну, выживает. Она делает вашу жизнь невыносимой. И на одной чаше весов стоит сохранность вашей семьи, потому что мужчина, он нежелезный, терпение у него может лопнуть, нервы тоже, и он просто уйдет от вас и все, скажет, ну, я не хочу с твоей мамой жить, я женился на тебе, а не на твоей маме, и не буду с тобой больше жить в России. То есть тут уже не до роскоши, не до комфорта, а вопрос выживания. То есть что угодно, лишь бы жить отдельно. И вот этот момент тоже необходимо проработать. Потому что мне кажется, что вы не очень... Ну, конечно, это может быть со стороны выглядит только так, но, тем не менее, мне отвозило впечатление, что вы недостаточно важно воспринимаете возможность переезда и его сочинения. Мужчина, который ваш муж, он сейчас не имеет своей собственной семьи. Он живет в вашей семье. То есть семья вашей мамы. Своей семьи у него как-то кого-нибудь нет. И это при том условии, что у вас уже ребенок. И для мужа это очень сильный удар по самолюбию, по гордости, по самооценке. И сколько он так протерпит, неизвестно. И лучше бы, если вы никогда бы не узнали это. Потому что в тот момент, когда он предела достигнет, будет уже поздно что-либо менять. Он созрел уйти. Поэтому вопрос с задействием прошлого. Я рекомендую вам так же не затягивать, стараться его затрешить как можно быстрее. Всегда можно найти какие-то варианты. Всегда можно посмотреть, что можно сделать. Обязательно это начните продвигать. По крайней мере, с мужем. По крайней мере, своему супругу говорите о том, что вы понимаете, что вы будете с задержанными, у вас будет своя семья. Дайте ему надеть. Дайте ему какой-то ориентир, позитивный, положительный, светлый, в котором он вычерпал силы для того, чтобы преодолевать постоянное напряжение и негатив от вашей мамы. Помогите вашему мужу. Ему едва ли не тяжелее, чем вам сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.